В республике Коми борются с разливом нефти. Еще в начале апреля местные жители поселка Шудояк обнаружили утечку топлива. Спустя две недели в сети интернет стали появляться многочисленные видеоролики и статьи о ЧП в районе реки Ухта. Общественные организации стали бить тревогу об экологической катастрофе. Насколько она серьезна и дойдут ли нефтяные воды до Ненецкого округа в репортаже Валентина Чибичек. Летом купаемся, ловим рыбу, которой теперь уже не будет. Занимаемся подводной охотой, которой в этом тоже не будет. Это видео, выложенное в YouTube 17 апреля, за несколько дней посмотрели почти 2000 пользователей. Автор ролика Илья Королев рассказывает о разливе нефти на реке Ухта. На воде отчетливо видны темные маслянистые пятна. Комментатор за кадром говорит, что ощущается характерный запах нефти. В том же ролике показано, как несколько рабочих собирают лопатами нефть с поверхности реки в бочки. Говорят, всю рыбу в реке выловили. Выловили к черту. Все в нефти. Еще одно видео от Алекс Нивер собрало почти 4,5 тысячи просмотров. Съемки на реке ведутся в черте города. Как сообщают различные средства массовой информации, в частности сайт 7х7 и Greenpeace.org Russia, нефть в реку Ухта попала из Яриги, а оттуда – из ручья Малый Вайвош. Недалеко от водоема находятся заброшенные нефтяные скважины, пробуренные в 30-е и 50-е годы. Именно оттуда, по мнению авторов, происходит изливание углеводородов. В акватории реки Ухта в связи с обнаружением нефти и нефтепродуктов в реке Яриги 13 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Информация об этом появилась на сайте администрации города Ухта на следующий день. Однако первыми о нефти в Ухте узнали жители поселка Шудаяк 10 числа. Они пробурили лунку во льду, и на поверхности появилась вязкая жидкость темного цвета. Местные активисты говорят, загрязнённая нефтью вода уже дошла до села Усть-Ухта и попала из Ухты в реку Ижма. Загрязнённые воды обнаружены в Колве, в притоке Усы. Об этом в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Усинск сообщили члены самой крупной экологической организации в регионе – Комитет спасения Печоры. У нас на основании распоряжения выехала группа на место происшествия. Они сейчас разбираются там. В Усинском районе, в районе третьего моста через реку Кова, левый берег реки, выше дюкера по нефтепроводу произошёл якобы нефтеразлив. Какой объём нефтепродуктов попал в речную систему Республики Коми – неизвестно. По оценке руководителя энергетической программы «Гринпис России» Владимира Чупрова, речь могла идти примерно о 100 тоннах нефтепродуктов. О возможных последствиях аварии на экологию Печорского бассейна рассказал представитель Всемирного фонда дикой природы в Ненецком округе. Конечно же гибнет планктон, в целом влияет на всю экосистему речную, подобные разливы. Далеко ходить недавно у нас был, когда Комжинская авария, последствия были колоссальные, популяция сеговых сократилась в разы. Каких-то видов становится больше, каких-то меньше. То есть могут появляться различные формы, скажем, проявления различных заболеваний, в том числе генетических. По словам председателя Комитета обороны Ненецкого округа Сергея Боенко, ведомство информировано о ситуации в соседнем регионе. Комиссия ПЧС города Ухты сообщает о принятых мерах по устранению разливов. По мнению Сергея Боенко, если работу будут проведены до схода льда на Ижме, загрязнения Печорского бассейна будут незначительными. На сегодня важно то, что утечка, вот эта, которая была, она прекращена. То есть скважины, из которых была утечка, они загерметизированы. То есть на сегодня стоит вопрос собрать всё, что есть, и не допустить распространения. У них установлены на сегодня боновые заграждения на вот этом ручье. Об экологической аварии в Коме уже сообщили в Кремль. В интернете появилась информация, что рыбаки Печорского бассейна направили президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать причины катастрофы и привлечь виновных.